Привет, любитель русской бани! С тобой Анатолий Жарпарком. Сзади меня находится баня-бочка Классика. Одна из самых лучших бань-бочек, лучшего производителя бань-бочек, бочки РУ. Но есть одна особенность. Прошу обратить внимание вот туда и вот сюда. Что же здесь стоит? А дымохода? А дымохода здесь нету. Пойдемте посмотрим, что же там. Как я вам говорил, это баня-бочка Классика от Бочек РУ. А печка здесь стоит. Вау! Какая-то интересная. И да, судя по логотипу, это бани Маслова. Соответственно, речь сегодня пойдет о печке Маслова. Пойдемте пообщаемся. Ух, сколько электрики. Ух. Турбо-печь Маслова. Передаю микрофон, он последний у меня заряженный. Самому... Куда его сцеплять? Отсюда. О! Тебе слово рассказываю. Может, начнем отсюда, а потом до печки дойдем? Да. Это система управления и печью, и, собственно, парной, режимом парной. Значит, у печи есть, вот здесь запрограммировано, три основных режима. Сейчас стоит это интенсивный режим парения. Вот на эту кнопку нажимаем, сейчас печка отключена. Это нагрев. Первый режим, особенно важно для коммерческих бань, стартовый режим. Когда с утра включают печку, чтобы клиент, что неизвестно, когда так поступит, придет, можно... Первый режим, это температура теплоаккумулятора 300 градусов. Печка в таком половинничном режиме может долго находиться и ожидать клиента. Когда клиент приходит, можно быстро нажать на кнопку и перевести режим основной пропарки. Температура теплоаккумулятора будет 450. И даже при 300 градусах, начальной стартовой температуре, можно начинать паровые процедуры с клиентом. Вот. Поэтому это режим печи, такой щадящий, основной режим. Есть режим еще интенсивный, когда температура теплоаккумулятора там 500-550. Это уже интенсивный режим парения. Чтобы печь выдавала много пара и много жара. Значит, суть печи, это теплоаккумулятор, который накапливает энергию в утепленном корпусе, в термосе. И это тепло можно в любое время, необходимо использовать на получение либо жары, либо пара. Либо комбинации, нужной пропорции. Поэтому здесь, когда печка прогрета, можно задать режим парной, по температуре. Значит, первый режим, это вот я нажимаю один раз, получается режим паровая баня. Значит, уставка для паровой бани 50 градусов по температуре в парной. При этом, если температура в парной, сейчас она у меня там больше 50, поэтому турбина не включается. Ну что, может, либо, если проветрить ее, она будет поддерживать 50 градусов. Там даже уже 63, только что парили там девушку, поэтому там парили в режиме русской бани 63 градуса. Вот следующий, как раз, режим русской бани, уставка 60 градусов. И вот в этом режиме, самый замечательный режим паровой бани с парениями, с лениками. Вот, ну кто-нибудь пожарче, особенно, если любители ягоды пожарче, даже, чем русской бани. Вот, у меня любимый режим, я назвал его, ну, пока, вот, видите, заработала турбина. Еще участок, вот продукта. И сейчас температура будет быстро расти до 75 градусов. Это режим такой между сауной и русской бани. В этом режиме это более сухой воздух, но меньше влаги. Я люблю именно такой продирающий, с мурашками хороший режим. Следующий режим сауна. Это уже температура парной будет 90 градусов. Можно запрограммировать и 100 градусов, тут легко, чтобы выставляются эти режимы. Вот, то есть парная может быстро перестраивать режим от мягких паровых до жарких сауных режимов. Сейчас я переключу опять в режим ожидания, потом сейчас... Вот, видите, температура парной была вот до этого уже 76, там была 60. Ну, потому что я включал режим. Пока мы говорим, она была моментальна, там, сейчас уже режим там 80 уже. Как быстро прогрела парную. Выдувая жар. Ну, теперь можно перейти к конструкции печи с той стороны. Лучше здесь, наверное, обойдем. О, тут тяжело пройти. Давайте тут проскочим. Загромождено. Нет, это экспериментальная образец. А тогда мы уже здесь. Вот здесь, вот мы эту печку показали. Ну, маленькая будет, 6-киловатная печь. Ее краткое устройство. Значит, суть в чем. Значит, вот есть дно, которое тоже утеплено. В дно варены, видите, там трубочки. Проминаджуточки. В них вставляется тен. Тен в виде патронного пальца такого вышины. Вот, снизу два вывода гибких. Он-то опускается, и он там, чтобы он не провалился совсем. А на этот тен одеваются такие колбы. Которые, одна из двух состоит. И тен оказывается внутри этой колбы. Гибметично закрыт. Вода на него не попадает. Проливается мимо него. На эти колбы, Сверху, как в виде теплоаккумулятора, еще вот такая вот тяжелая из нержавейки, свареная, законструировая. Это, собственно говоря, вот труба в трубе, с зазорами. Одевается теплоаккумулятор. Сейчас я его положу, а то он тяжелый. Вот он весит где-то 10 килограмм один. Их таких... Здесь вот 6... 10 тетов, 600 ватт, когда все загружены. И промежутки между этими уже большими трубами, еще отдельно просто стержни дополнительно. И получается таким образом, вот такой вот теплоаккумулятор. Так, здесь, в этом же баке, ну, не баке, а в этом корпусе находится еще бак съемный для воды. Его нужно вынуть, помыть, и при необходимости от накипи туда заливается вода. И когда здесь раскалено до 400-500 градусов от этих закладки, он контактирует с веей, и вода кипит, и создает фоновый режим влажности. Постоянно можно сделать автоподлив воды без проблем. Значит, корпус и кожа убираются, простыми в тениотеем кожуха. Боков они тут немножко с винтиком, два винтика открутил, кожух с залом. Здесь вот сейчас мы показываем, что нету утеплителя. Вот здесь одевается вот такой корпус, утепляется, поэтому печь термос. Снизу мы видим, она уже утеплена. Вот он утеплитель, корпус есть, вот минеральный утеплитель, тизол, без фенола. Вот, а тут находится вентилятор турбина и клапан автоматический. При включении режима продува теплоаккумулятора, получения сухого жара, открывается клапан, включается вентилятор и выдувает жар до нужного количества или до заданной температуры автоматически поддерживает температуру с помощью только включения вентилятора. А теплоаккумулятор, он самостоятельный, вот, датчик, он все время поддерживается в заданном режиме печи. Ну, вот кратко все устройство турбопечи. Ну, слова. Спасибо. Это, ребята, как я люблю. Нержавейка, нержавейка, еще раз нержавейка. И вот классическая баня-бочка и печка работает, люди радостные выходят, работают уже весь баню-пец, сегодня день закрытия, когда я снимаю, но тут постоянно люди, все ходят, улыбаются, поэтому ссылка снизу. Обращайтесь. Отличнейшее решение для тех, кто любит абсолютно разные режимы, кому ходят гости, совсем справляется печка маслова. Лайка, подписаться и обращаться. Спасибо. Легкого пара вам всем. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok